номер 538 события дня эпиграф деяния 18 но вы примите силу когда сойдет на вас дух святой за 3 июня семнадцатого года вот как раз этот эпиграф подходит на сегодняшний день сегодня 4 июня как раз исполнитесь силой духа святого речь идет о сошествии духа святого а сегодня как раз церковь отмещает это событие троицын день называет явлено третье лицо троицы в действии что для многих многих еретиков для многих сотен миллионов миллионов это непонятно это сила как угодно то есть унижение как правило всегда унижение бога какой никон изменил символ веры в духа святая господа истинного символ веры слова истинного духа святого выкинул даже если его не было бы это надо поставить потому что впереди говорится бога истина от бога истина они равны равно честно так это в другой молитве считается царю небесный утешителю души истины но зачем на это ссылаться то речь это символе веры его сохранили люди сохранили другие те которые не подчинились этой безумной погибельной разрушительной антихристовой буквально реформе никона они выкинули это слово и поэтому понятно что это унижение духа святого это богохульные действия были в символе веры так и должно считаться теперь равно спаситель но если равно зачем было эту смуту сеять равна на и пусть бы было равно ну какие события вчерашний день приехал отец таким сюда поэтому с ним были вместе богослужение было но так как мы надеемся уже на этой неделе отправляться деревню теряевку поэтому оставляю здесь вот краткая маршрутка но без никаким кто думает приехать с кем договорились на крещение приезжать только с разрешения по skype разговаривать я не смогу там здесь еще почти пять дней можно будет говорить рано в утром мы выезжаем собираемся все продукты даже увезти отсюда людей которые приедут остальное здесь читайте краткая маршрутка я буду помещать где вам видно до какого места я там а потом тормозите и считаете можете выписать себе и и подробно считать когда что-то делаете всегда в двух трех экземплярах дома сделайте себе дома и в разные карманы чтобы не потерять чтобы не было так было у нас один поехал полтора дня где-то скитался по околкам столько телефонов вот пожалуйста даем речь это крещение просто так приезжать нельзя ни под каким видом категорически запрещено вот так ну а тут дальше это вот она заканчивается у нас тут маршрутка а тут обо мне спрашивают разных людей знать не знаешь сидишь вот меня друзья другие спорта как вы это смотрите на большой у нас ресурс если мне смотрите на него я оставляю для всех в этом ролике а какой ресурс ну как какой-то в первую очередь сайты наши все здесь что есть вот заходите наш сайт вот смотрите вот мой мир 18758 наши фото вот наш форум 1602 темы себе затормозить и уже найдете вот здесь наш видеоканал 7200 наших видеороликов ну и дальше поясняю что это сайт не такой непростой кто благословила ищут вот эти места что она у нас есть и сайт главный сайт вот дальше поясняю есть у нас живой журнал ну вот остальное все о лагере стане история нашей общины тормозните найдете все это указ может я уезжаю отвечать не смогу а к этому ролику буду отсылать людей вот она путь благовестника это вот наше указание спрашивает обо мне ну у разных людей ну понимаете одно дело просто так сказать спрашивает там или не знаю я как андрея кураева у него есть там найдите в интернете далеко это найти андрея кураева игнатий лапкин поставьте два слова в ютубе сразу найдете он выступает где-то но и он называет там навеличает меня хотя от меня игнатий проносит по всем кочкам я зарядил в моих книгах я упоминаю 120 раз и положительно может быть два раза только а остальное все одергиваю не согласен с чем-то но вот такой человек я уж не говорю там игумен был который как отвлекается сахаров с берсеневки около храма христа спаситель там храм на другой стороне канала и он целый там воспоминаниях там что был здесь но это новое которое не зато отец владимир головин из города болгар вот его можете легко найти то просто зарядите для себя и увидите и вот интервью называется и о личном ответ на вопрос от тщеславия со второй минуты сороковой секунды видите как точно указывает где но я попросил и никита мне вчера отпечатал что там есть я начал где-то не расслышу что-то туговухость но тут у меня стало проходить я уже вчера слышал и проповедь батюшка говорит виктор андреевич меня в больницу сводил ничего не делали осмотрели только сказали самопродувание называется ноздри зажать и дуть что там перепенки выправились и правда мне полегче она и простуда стала проходить видимо надуло в уши то вот попутно и вот отец владимир головин что говорит это четвертая минута 5 секунд вот вопрос ему задают я сейчас буду читать отец владимир очень известный вы наш любимый батюшка скажите искушает ли вас лукавый тщеславие если да то как боретесь ответ нет не искушает вот редкий ответ тщеславие мне искушает вот это он видно что он простой такой человек то наверное потому что приготовил какой-то более серьезный бой не тщеславие да не да не чем хвалить это язык но вот приходилось и приходится слышать проповеди церковных настоящих проповедников церкви слышать приходилось настоящих проповедников церкви у нас немного но конечно есть вот очень важно вот это говорит а то умерла все ничего нету я уйду из православия куда ты уйдешь так куда люди которые высокой эрудиции большого проповеднического таланта высокой духовности все познается в сравнении то есть он видит что у него этого нету мы не не можем сказать что он говорит неправду там жимание еще это или счета ну как говорит и почему не поверить то когда если я сейчас начну себя в сравнении с ними многоточие означает он смущается явно сравнение будет не мою пользу и вот она обращается назвать имена например очень неуродированный проповедник наше время отец андрей ткачев думаю что интересные вещи порой очень глубокие говорит отец дмитрий смирнов настолько грамотно богословский духовно осипов я с особым желанием служу слова владыки лариона митрополита нашего я думаю что глубоко говорит наш патриарх я нахожу для себя всегда что-то важное глубокое может других называть вот есть такой интересный проповедник он давно уже имеет место своего служения лапкин игнатий тихонович почему-то после лапкин запятая стоит видимо тут он как бы задерживает речь свою и так своеобразный проповедник надо прямо сказать горячий такой но насколько он знает священное писание насколько конкретно он говорит и сразу так четко вот такая-то вот книга библейская такая-то глава такой-то стих ну когда себя сравниваешь с такими ну чем считается это у меня ничего этого нет эти какой он дает ответ но если бы он был рядом со мной я бы поблагодарил его что среди всей вот этой вакханалии вокруг меня вот такие люди встречаются на которые остановят а я как-то даже посмотрел на кого больше всех нападает на меня и на патриарха но на него намного меньше чем на меня значит оттуда какой-то вывод делать надо вот это вчера мне уже списали алекс теняев видео какое тут указано радио радонеж как относиться к проповедям православного миссионера игнатия тихоновича лапкина на ю тубе их огромное количество ну то есть 7200 роликов наших только говорит игнатий тихонович да интересно убедительно живо постоянно цитирует священное писание но смущает несколько моментов первое постоянно подчеркивает невежество священников нежелание учить народ и так далее второе говорит что монахи нарушили заповедь спасителя идти проповедовать евангелие так как пошли в обратном направлении в пустыне в горы они в мир для проповеди вот кто вопрос задает видно что знает не выдумывает алекс теняев отец алексия что я могу ответить игнатия лапкина помню как талантливого полемиста с сектантами и строго православного аскета но давно с советских времен я его не видел поэтому ничего не могу сказать никакие ответы тут какой-то батюшка отец сергий его стали спрашивать из нижнего новгорода вот тут сектантом все православные там что дворкин плетет против меня там другие священники говорит даже не охота называть ради троицы праздника вот ну говорят то говорят они ничего не знают не считали не брали а отец олег приезжал в лагерь приезжал в детский православный трудовой лагерь потеряевку потом москве мы встречались он лежал в больнице я у него был дорогой мы ехали в поезде сколько беседовали но поэтому где он что говорит в германии он там говорил там по-другому может быть в америке по-другому я не знаю к примеру говорю ну вот отвечает правильно не знаю и того отца спросили отца сергия он говорит что-то печатает о игре то там море говорит и книги и это про меня говорят но что он делает как люди обращаются так вот то то и оно что люди то обращаются приходят из тегна на куда он их ведет как куда да все до одного посылает право православную патриархию московского патриархата но хочу вы меня спрашиваете куда человек несет что где достанет а домой не к соседу же и вот вы сами же и ответили православный неправославный баптистом уводил или куда-то вот какие ответы встречаются значит не умерла православие и вот прямой эфир с отцом максимом каскуном 10 12 минут показано откуда взята десятая минута вопрос как вы относитесь к гнатью тихоновичу лапкину ответ все дело в том что игнатий тихонович имеет непосредственно отношение к моей духовной жизни потому что мой духовный отец человеку которого я проучился многие годы протоиерей геннадий фаст где он сейчас в абакане там храм константина и елены в свое время принял православие и гнатья лапкина на всех книгах то поражено отец геннадий это подчеркивается да и поэтому я об этом человеке знаю не просто понаслышке то есть обо мне от очень близких людей являясь как бы его духовным внуком мне многие пишут многие прямо я вас считаю духовным отцом я вот тебе на духовным отцом а вот духовным внукам еще правнуков дожить бы увидеть вот видите какие люди бывают по честному отвечает поэтому ну в целом конечно человек миссионерствующий человек искренней советское время очень много пострадал за христа за проповедь сидел в тюрьме неоднократно в общем впоследствии имели свои какие-то моменты разошелся со священноначалием пришлось перейти на зарубежную церковь как бы мне то есть видно что опасается сказать что о нем подумает епископ и как андрей кураев говорит называемый этом самым великим знатным каким я себя никогда не считал повторяю по большой натяжке только уж отнесется на безрыбье и рак рыба вот здесь он говорит и говорит правильно насколько заминок здесь делает многие за это его осуждают его за это право вся их деревня вся их община перешла но тем не менее как бы человек заметить сколько оговорок я считаю что несет позитивное дело в интернете особенно несмотря на свой возраст уже преклонный он все-таки очень много людям помогает отвечает занимается ну со своими как говорится немощами как говорил святой апостол павел очень важно что он игнатий тихонович говорит сегодня многие об этом забывают что я это этому рад если проповедует христа как говорится бывает так что бывает проповедуется всякими скушениями там с немощами со своими причудами всем и как говорится с немощами и поэтому если что-то бы игнать и лапки никому-то не нравится это не значит что игнатий тихонович плохой да ну просто как говорится он не для вас ищите себе другого проповедника они через игна а если через знаете тихона еще вам что-то приходит ну слава богу молитесь о его здравии потому что такие люди очень редкие и в советское время конечно это был очень известный человек в церковных кругах и нам бы сегодня конечно столько ревности смелости мужества в проповеди слово божие какие он явил свое время почему написать ну там не слышно там где-то говорят так где-то что-то мешает и я попросил вот никита андреевич колесников мне это вчера напечатала я даю а то берут а вот сказал маленко он еретик во первых он православие считает все абсолютно в ереси и они его хватает берут его этом задел где-то на он на меня кинулся я его знаю и знает по ней только в киеве был когда он там пилил мощи два мешка набил остался ночью но его там захватили в дурдом это мне уже юрасов все это рассказывал и они там знакомы юрасов амроси и берут что сказал маленко олег а он не верит не во что он ее церковь на свое имя и она богослова что он воскреснет такую билиберду несет совершенно но не слышит работает в интернете они заражают просто но вот такие новости события дня и вчера я нашел интересный материал своим написал делюсь с вами простым рецептом как сохранить свежими овощи и фрукты зимою можем поэкспериментировать с огурцами помидорами яблоками персиками абрикосами сливами сегодня мы будем делать огурцы нам понадобятся свежие огурцы желательно с грядки но и покупные подойдут главное качество выбираем крепкие без малейшей порчи плоды хорошо моем и даем стечь воде не замачиваем огурцы должны быть абсолютно сухие лучше не домыть чем перемыть чтобы конденсат внутри не собирался можно помыть потом когда откроете баночку это зимой так лучше хранятся затем укладываем их в чистую стерилизованную сухую банку и аккуратно укладываем огурцы не набивая их доверху берем свечу подойдет любая какая найдется но не ароматизированная парафиновые лучше горят устанавливаем свечу в банке на овощи и зажигаем показана банка не доверху набита и так интересно свеча должна погореть 8-10 минут в банке без крышки чтобы кислород который внизу банки выгорел и поднялся в наверх затем закрываем банку крышкой закатываем самое главное сложность закупорить банку так чтобы свеча не потухла то есть она горит она должна гореть при закупоренной крышке свеча перестанет гореть когда в банке выгорит кислород это секунд 20-30 еще когда запечатаешь главное приноровиться храним такие банки в прохладном месте лучше в погребе то есть не заморожены меня прямо в свежем как один арбузы хранит как а такая комната чтоб только не замерзала под кровать накатаю горд арбузов а потом продаю юрий соболев мировым игнатий тихонович как в былое время вчера запись ролика сегодня уже стоит на канале то есть мы с ним говорили вчера только записи стоит особенность сильный первый получился особенности то есть свойства божие все сказанное вами в нем весьма впечатляюще накануне весь вечер размышлял о себе делился с домашними тема очень актуальна но еще более важно то как она раскрыта вами ролики скачаю и буду советовать близким конечно не по причине моего присутствия в них а скорее вопреки тому я услышал вовремя что сказали вы мне непосредственно игнатий хиганович благодарю за образумление и обличение вот такие хорошие отношения я бы молчал и все не но я замечу самый малый недостаток дед я обязательно скажу ему ну то есть любому еще вы сказали что вас атакует некий адвентист не тот ли это еретик что имел со мной беседу неделю назад и которому я вручил вашу визитку мелькнуло в сознании если имя леонид из нашего города то верно он и есть сей ибо по описанным вами характеристикам действий похоже впрочем в этом мире теки на удивление мало отличая отлично друг от друга что школе так игнатий тихонич прошу простить меня за этот подарок храни вас христос эти вот событиях события небольшие как будто бы но это очень важно он задавал вопрос и от 2 у нас получилось я даже могу показать этот ролик мы с ним беседуем вот номер два в одессе вот есть вот я вот сейчас выставляю посмотрите ну что слава богу я слушаю вас дорогой мы у меня есть еще один вопрос который не просто не дает позория а периодически я везде ее нахожу потому что это то что я думаю что это серьезно словаческие периферии православного сознания и христианства это православного хотя на самом деле это то что проработка проработка и проработка и Проговариваются, немножко попроходятся и не понятно, о чем речь идет. Вот, и я у меня как раз написал, задавал вопрос. Вот, и недавно я... Если это у Теофанова вспомнил... Если позволите, я прочтем это тогда. Пожалуйста. Вот такие вот истории про... Смотрите, я даю это разговор, но не весь. Почему? Потому что неизвестно почему. Дальше аппаратура выключает, а здесь видно, все горит, все нормально. Я до этого места доведу, потому что у меня одновременно шла запись прямо на видеоаппарат. Но тут все это заглушено так. А это автозапись. Автозапись. И тогда его дальше слышно, а меня не слышно. Где-то что-то отсоединяется. Я вчера с модератором посоветовался. В чем дело так? Но так как это я выставить не могу, оно порченное как бы. Я хочу это теперь здесь озвучить. Где перестанет слышать мой голос. Дальше продолжим. Значит, это толкование Пеослава-Заскорбика, вот оно дойдет и раскидывается. И, в общем-то, тут добавлю, на пятую глагу послание слова Госпослава-Заскорбика, восьмой стихи. Вот что и пишет. Постояние. 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 Постояние безправности, которое и предлежало Госпожи. Мы не видим крещение в отбитке. Мы можем, однако, видеть, что из детей, в хозяйстве, правосознательного возраста, от них у вас в мирную отстройку, ибо, а другие будут, то есть у возраста и кинет. Это следствие сохранения или несохранения благодати куда же крещение Дмитрия Младенца. И вообще, мы не такой порядок, что благодать вначале так, остаётся вся полна. Получить её тогда, в обилии себе цвет, вешевший, в поле, применять обязательства, уклавливающие общение благодати, и с этой минуты становятся тем, чем первых христиан и вообще возрастных христиан становились самым часом, и не отдачным. Другая реальность теперь так, что мы, вступая в создательный полнах, находит в степе, в отпуске, с негалейкой степенью развития за страсть, не собрая в искусстве благодати, это бухорастущие, словно, травы на створе, которого ещё не касалось на каждой преды. Они, искусство благодати, будут искупаться. Почему навсегда, если житель Христос восстанет прежде, чем благодать возник вашего Сибири? Когда страсть самодетенна, полнах, тоже искусство благодати, бывают, наконец, подключены, тогда благодать Духа просиливает, и в частности сего очищает его, и другие могут заметить его. Когда с таковым исполнительным возникам «Быва, быва, сна, са, си». Только, что первоначально, кричаенно, и принимав, чтобы обложение в Дух Отворца становились на тот самый пято. Незалительского в духовной жизни и вичевого нет, на такой же степень духовного просветления и стоянства, и в данном движении дитя охраняя и веков веков. Так тогда, как и мигом довосприятиящее, действие духовного осложнение, действие духовного вывода, и в течение 10-10 лет, веков, веков. Но такой вот большой псих, прекрасный псих, и сейчас эти подробности, я еще запомню, что будет неожиданно, что я вот припел. Это у немецкого поэта Иванула Ханна. Вот что я говорю. Можно даже даже осуществить, что утверждение разума, похожим в этом возрастее, то есть как в втором возрастее, представляет какую-то торжественность обеда, данного самобычного беда, и делая для него, не забывая им это событие. И тот момент, когда мы положаем новую эпоху, в нем произошло это переменение. Произошло превращение. Вот. И далее... Там есть что-то такое... Так, это кто сказал? Кто сказал? Это Кант. Вот это вот второе, это Кант. И второе кто? Вот то, что я прочитал, можно допустить, что утверждение разума, но... подобное моему возрождению. Кто сказал, автор? Имануил Кант. Немецкий философ. Да что-то... Это о котором Баланс говорит, наверное? Да, 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 да. Ну... Вот. То есть я нахожу в этом некое сходство, и вот то, о чем говорит, в частности Пиапа. То есть вопрос у меня такой. Правильно ли я разумею? И правильно ли понимали христиане? Правильно ли понимают православные символики, или неправильно, да? И правильно ли понимают протестанты и прочие. То есть, как мне кажется, святоотическое понимание, вот если об этом судить, оно понимает именно и крещение как рождение свыше. Вот, это первая часть вопроса. А вторая. Феокалуза Победы говорит о том, что мы все, все правосу благодать и получаем при крещении. Соответственно, там, при том месте он говорит о том, что он, как наша штука находится в состоянии литургического сна, и когда она слышит о проповеди, каждый через слово душа пробуждает. Вот. То есть, и поэтому, вот, в руке святоотического учения не совсем понятно. Понимаете ли оно, вот именно так, что смотрели, потому что я секрально пытался акцентировать в речи, что он говорит, что крещение в тот час становился другим, что час это было вязано и ему, и окружающее. Да, вот об этом-то, например, говорить не к нам, что как бы это переменно происходит и превращение. Так вот, получается, вот то, что у нас произошло из крещения, о чем говорится, вот про тояреи, во-вторых говорим, да, то, что было из крещения, у нас стало правило. Так вот, может быть, у нас с ним прождением ЗИХ и так же, то, что было из крещения, в первоповторской секции, у нас стало правило. И наоборот, то, что там было правило, когда благодать Духа Святого сходила на крещение, скажем, на крещаемого, потому что апостол Павел Викторович родился с крещения до крещения, и благодать Духа Святого сошла на язычников до крещения. То есть это соцветие, вот, по Евангелии, не со всеми связаны, а вот социалистичный человек, оказывается, связывает рождение, свыше и крещение. Вот и действительно такие вот места, такие вопросы, какие-то вопросы, какие-то ваши комментарии. А вот вы идете с занятий, там, где, с университета, там, с ипархии, и кто-то с вами идет, поздоровались, и вы начали говорить. Он говорит, а я слышу, вот, рождение свыше. Вы будете ему считать Канта или что-то другое скажете? Он говорит, а что такое рождение свыше? Он вам задал сегодня. Или вы вот этого даже наизусть запоминать, что сказал Пеопан Затворник? Или что-то... Вот видите, все здесь. То есть я начинаю объяснять, и в это время прерывается. Я почему этот отрывок такой необычно вставил. Дальше Юрий будет говорить, будет голос слышно. Дело-то вот в чем. Если бы, ну, не было слышно, то не было бы... Я сейчас некоторый продерну, где его голос будет? Дальше. Да. Ведь я продергиваю дальше, видно. Он молчит. Я объясняю, рождение свыше, чтобы просто любому объяснить можно. Так кажется, Юрий Голов будет слышен. Или вообще никого не слышно. Вот. От вас у меня как раз только слышу, но со временем он читает, и очень много запластований, как периодически как-то пролугать, либо, ну, спрячивать, то есть, ну, вот, 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 вот. Ну, собственно, все, Юрий Геон Тихонович, там, здесь были мелкие вопросы, но я не буду их тебе задавать, потому что такие хорошие, фундаментальные такие у нас беседы, и мелкий вопрос – это уже так. Дальше. Дальше. Видите, я говорю, видно, что губы шевелятся. Так это очень интересно, как отключилось-то. Можно сказать, если отключается, то полностью все. Вообще нету. И дальше. Вот что это кто-то знает. Вот, а Юрия слышно. Там было слышно. Ну, на этом все. От меня не прорывается. Так, вот он, видите, заканчивает. Я ничего не выдерживаю. И на этом конец. Что это такое? А я объяснял очень просто. Рождение свыше. Так отвечают они по-разному. Первое. Признание себя погибшим окончательно, бесповоротно. Признание. Осознание. В это надо поверить. Я погиб и навсегда. Я обращаюсь к своей биографии. Когда не было Евангелия, я не делал то, что товарищи делают. Там вот они лгут, воруют. Там проще матеряться. У меня я ни одного митерка не сказал всю жизнь. Но я знал, что я буду в аду. Почему меня дух не обольщал? Недоступа не было. Избрание Божье было. Другой живет как попало. А я все равно спасусь сектанты. Вообще никак. Мирские люди. Стоит в масонском галстуке. Писание совсем не знает. Учит других. Ну, видно, что мирской человек-то даже одеяние все говорит. Я спасен. Спасен. Я не мог этого сказать. До момента, пока Господь не показал. Выход есть. И вторая часть это понять, что спасение дается во Христе Иисусе. Уверовать. Вот это правильно преподают там, где, ну, как у ваптиста даже взять. Это они понимают правильно. Как Феофан Затворник говорит. Благодать трех видов. Это призывающие. Когда проповедь звучит. Вера. Слышание. Слышание от Слова Божия. Римлянам 10-17. Слышание от Слова Божия. От Библии. Не от Бабкиной басни. Не от преданий. Не от молитв каких-то там. Я молился в Матроне и поэтому. Не так. А именно вот. И третье. Крещение. Это не рождение свыше, а завершающий этап. Обещание Богу доброй совести и соблюдение этого. Жизнь во Христе. Стань, крестись, а мой грехи твои. 22.16. Янь апостолов. Вот это я все здесь говорил. Я как бы дополнил этот ролик. Я его выставил, но только в этой записи. Вот какую я сейчас сам делаю. Я тут нагородил кое-что из картона. Такие. Сейчас некоторые пристроятся нагородил в словах. Не словах. А вот здесь. Книжка на книжке. Тут под них бакуночки разные кладу, чтобы направить видеоаппарат на экран. И вот тут запись была и я ее поставил. Эта запись уже у меня тут была выставлена. Вот. Я сейчас даже могу показать, где она есть. Вот она. «Как проще изъяснить рождение свыше». Вот Юрий здесь в Библии. И тут звук такой плохой. А первый вот разговор. «Свойства Божьи». Ну маленько тут уже посещение. Это 425 тысяч. Это не тысяч. Просмотров. За один день. Ну для нас это нормально. Маленькие. Как я смотрел недавно. Как змей маленьких ловят там и рубят в Таиланде. И то другое. Ничего больше нету. Ребятишки там за хвост змею таскают. Все. Посещаемость 3-4 миллиона. 2-3-4 миллиона. Ну ты посмотрел как мальчишка хватает змею. Таскает ее. Ну еще дальше. И он уже укусил. Он давно умер. А это сидят как жарят. Больше ничего. Ничего совершенно. Ни слова. Никакие там. Другая страна. И люди лезут туда смотрят. Что там находят. Нет. Здесь считает Яна Златоуста. Вот я прямо конкретно показываю. Вот сидит батюшка. 66 просмотром за один день. 66. То есть никакого авторитета у Златоуста то и нету. Вот Яна Златоуста считает 54 или 59 здесь за 2 дня. Вот я даже покажу сейчас. Поэтому как на это смотреть можно. Вот. Яна Златоуста считает Игорь. 52 за 3 дня. Вот. Ну сколько тут есть все это. Даже могу еще побольше показать. Чтобы было видно. Игорь считает 5 дней. Ну тут 137. Вот так. Побольше. Маленькое. Нет просмотров. Так. Здесь совсем. Игорь считает 40 за неделю. 40 человек посмотрело. 40. А там 3 миллиона. И ничего нет. Здесь как бороться со змеем. С драконом. И побеждать. А там как его лопать. Есть. Вот здесь. Здесь. Но намного зависит. Ну тут понятно. Самый не авторитетный материал у нас это Ян Златоуст. Ну и каков ему после этого. Ну на этом считаю. На сегодня события окончены. Сегодня идти надо в храм. Сейчас. Благословен грядущего имя Господне. ... ... ... ...